Ахтакор! Чемпион! Очень хорошо! Надеюсь, у тебя давление не щебанет там. Что с Ганей потеряешь? Мне это Русланов Поляков рассказывал. Помнишь? Да. То, что он залетал со своей женой. Смотрит нормально, все только за теле оборачиваться. Вот так. Мы очень долго ехали. Да, мы проехали буквально метров 15 вон оттуда. Отсюда. Дорога мы матовываем, честно. Сил не остается. Сил не остается. Да, ехали долго в автобусе. Последний сил сейчас зайдем. Тут лететь целых 40 минут там. Это же кипя, долго. Нет. А красивый зеленый, да? Ну да, конечно. Он можно с пилота снять. Ставишь, красивый. Нет, ты себя поверни как сел. Ладно. Вот мы в Москве. Находимся в Аэроэкспрессе, который довезет нас до вокзала. Можно сказать, что до метро. Выглядит он вот так. Вот мы доехали на Аэроэкспрессе до вокзала с аэропорта. Сейчас пойдем в метро. Пока не забыл. Хочу уже этот самый увидеть. Что-нибудь знакомое. Здесь тоже граффити. В общем, мы уже во дворах Москвы. Ищем наш офис. Уже видели заброшенное здание. Скажешь, что телефон сел. Да, телефон выключился от холода. Для тех, кто не знает, айфоны от холода выключаются. У меня сел. А у Руслана 1%. Поэтому мы ищем так. У нас этот trip Москва. Еще я потерял билетик. Взял билетик в аэропорте. На электричку. На Аэроэкспресс. И через 3 минуты уже не нашел этот билетик. Я его куда-то выбросил или что. А билет стоит 500 рублей. Пришлось покупать еще один. А тот я уже не нашел. Мажор просто. День, когда много, следишь. Билетик. Это случайность. Вот такие вот красивые дома в Москве. Ощущение, что они все так... Знаешь, этот фильм же был. Про привидений. Истребители привидений там. Или как их называли? Охотники за привидениями. Охотники за привидениями, да. Они же там залазили. И у них молния била прямо этот. Да, да. Вот. И такое ощущение, что сейчас тоже молния как херак. И они так все, значит, вяжутся и вызовут какого-нибудь демона. Хе-хе-хе. Тут хотя бы солнечно. В Казани вообще нет солнца. У нас сейчас тридцепят прожили, получается. Да. Сперва сказал, круг надо что-то там. Куда там. Столько иду. Вот я столько иду, иду, иду. И нет. Призвел. Блевать охота. Да, бля. Короче, такая жесть, ребят. Последнее видео, которое они увидят. Знаешь, что это было? Бля, иди в ванну. Сука, иди в ванну. Бля, Андрей, почему вот? Бля, я к тебе серьезного, брат, можно задаться? Вот смотри. Последнее мое эпик видео, последнее. Где я кричу? Пахтакор чемпион. Пахтакор чемпион. Следующее видео, почему я в следующем эпик видео в отеле голый с тобой, с тобой. Я ж не голый, бля. Почему я? Дело не в этом. В чём, блядь. Не, я серьезно задаюсь этим вопросом. Почему я ни в одном твоём ролике не снимаюсь трезвым? Есть такие ролики, блядь. Обратиться к подписчикам твоим. Обратись. Подписчики. Короче, вообще просто ужасная тема. Дело в том, что мы... Я так не договорил, последнее видео, которое они видели, это был вокзал. Потом просто так, знаешь, пах, пробел. И просто... И мы в говно, блядь. И ты в трусах валяешься, вот так. Новогодних, блядь. Ребята. С праздником. Дело в том, что прошёл у нас корпоратив. Сейчас поправлю камеру. Прошёл у нас корпоратив. Ой, прошёл очень весело. Мы выпили неальное количество коньяка, виски и шампанского. И вроде всё такое качественное было и дорогое, но... Это не помешало, Руслан, надо бухаться в говно. Мы просто прошли в Москве очень большое количество, я не знаю, пути. Попаду в интернет. И не могли... В интернет! Покажусь! И не могли найти этот постел абсолютно никак. Пришлось ехать на метро, какие-то хрен пойми какие станции, чтобы попасть сюда. Одну... Ай! 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 Можно я скажу вам, что самое обидное? Давай. Ребята, самое обидное в соседнем номере тёлки, в соседнем, не в нашем. Это самое обидное. Вот Колин сказал, что самое обидное, я скажу вам свое самое обидное. Я замерз просто нереально. Это не самое обидное toch? Нет, это не самое обидное. Я за... Замер... Для Насти влог снимаешь просто... Просто! Настю я замерц это... Пацаны, Тёмок, нет. Просто. Настя я замерз это да да. Пацаны. Пацаны ебанья гл��. Настя я... Мо, теттт, тетт. Пацаны... В общем, замерзли, нереально прошли большое количество пути, пришли не туда, звонили по телефону, возвращались назад Туда-сюда окружили И в итоге у нас даже номер не тот, у нас должно быть две, блядь, разные кровати А мы будем спать на одной И мы еще оплатили все это заранее, бронировали заранее, звонили заранее и тому подобное Все предупреждали, что мы поздно будем, блядь, ну это был просто квест какой-то по Москве Судя по карте, нам пройтись нужно было всего ничего Но на деле оказалось, что это гипердалеко Просто мы проехали еще несколько станций метро, прошли большое количество пути пешком Я хочу с ними тоже поговорить Сейчас ты поговоришь, я тебе дам Время, у меня телефон замерз снова от московской погоды странной и не включается Время, короче, примерно 12 часов ночи, нам 6 утра вставать в самолет Просто дебильное состояние после всего Дебильное, дебильное, дебильное состояние После всего выпитого, как бы я уже более-менее отрезвел Этот чувак вы сами видите в каком состоянии И как он сказал, он хочет с вами поговорить Поэтому я сделаю одну вещь Сейчас я тебе включу, блядь, ночник А, он не включит Ну-ка давай Давай, он должен включиться О, он включился Я выключу свет, потому что пиздец, как Бля, надо будильник поставить Я поставил Как тут это расчерять, вот это вот Надо тебя нормально снимать Я хочу шире Просто взял, ушел, подивайте А вот это ведь и его подписчики Вдруг я писью покажу И прикольно В общем Ребята, мы приехали в Москву В офисе провели день Сделали отчет годовой Потому что Новый год скоро Новый 2016 год Мы сделали отчет за 2015 Андрей Попал на 30 косарей Это его личное дело Посчитал Посчитал Все к чему Чо к чот И в общем Мы начинаем 2016 год С нового листа Все заново И дай бог Все будет хорошо у нас Спасибо вам Что вы смотрите Андрея Знаете, что он сделал сейчас Сфотографировал Звесту Просто в окно посмотрел Сфотографировал И в общем Я не знаю Насколько меня сейчас видно Насколько я выгляжу Насколько он в принципе Вольет 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 Ты вообще вольеватель Я волью это видео В Ютуб Волью Я не знаю Насколько он Использует Этот видео В кан... Че-то надо Когда камер застой Всегда говорить Че-то надо Нет Говорить начинает Говорить че-то надо Сейчас утро Мы доехали В аэропорт Домодедово Это была самая адовая поездка Просто от отеля до аэропорта Я забыл в номере часы Расскажи, что мы ехали И вот сколько мы приехали Короче Зачем мы побежали В общем Я проснулся в 6 утра А нас разбудил администратор В отеле Я начал собираться потихонечку И думаю Дай уточню В какое конкретно время у нас рейс И почему-то в интернете Мне показалось 7.45 А то есть через... Показалось в итоге? Не показалось, а показало Да, 7.45 В итоге мы как просто взлетели Начали собираться Потому что нужно быть... Нужно быть за час, чтобы зарегистрироваться И то есть у нас было на все про все 45 минут, чтобы доехать А там только до вокзала минут 30 доезжать Еще 42 рапорта В общем, мы успели Ездим Мы успели, но мы бы не успели садиться В итоге у нас рейс был 9.45 Сейчас 40 времени Мы не успели Мы приехали в аэроборт 7.40 7.45 были? Ну, куда бы мы успели на регистрацию? Нет, но мы в это время не успели Ну, в общем, короче Дело в том, что у нас в рейтогере Есть 9.45 Мы все успели Потратили на дорогу Да, и очень плохо Руслан вообще-то Мы бежали по всем эскалаторам Руслан там просто умирал практически На них Его там люди просто помогали Несли Просто как стейдж-дайинг делал Его толпа в вагон забросила Просто сказали Ребята, мы в аэроборт обаздываем Сверху на руках Да, сверху на руках По эскалатору Как на концерте Сверху на руках